Медиагруппа «Авангард» представляет Прошло уже определенный период с того момента, как вступил закон в силу. 1 января 2018 года он вступил в силу. Прошло у нас 2 года, или же 22 месяца, или же целых 600 с хвостиком дней. Закон действует, нормативная база есть, и вы ее реализуете, естественно, с нашей помощью. Определенные результаты по реализации мы увидели. Ну, прежде всего, реализация шагает по стране широкими шагами. Практически все сферы у нас уже попали в перечни, в реестры. Если мы возьмем динамику за год, сколько сведений, сколько объектов, сколько субъектов, то более чем в 5 раз у нас увеличилось количество тех, кто признал себя субъектами КИ. Если в прошлый раз я говорила, что у нас не все сферы готовы признать себя субъектами, не все понимают, то теперь у нас уже ситуация другая. Есть значимые объекты, их достаточно много. Вообще объектов КИ более 45 тысяч. Напомню, сначала субъект подает себя в перечень объектов подлежащих категорированию, говорит, что у меня есть такие-то объекты, а потом уже их категорируют. Так вот, у нас есть объекты первые, вторые, третьи категории значимые уже. Серая часть, 80 с лишним процентов, к сожалению, это те, кто подались в перечень объектов подлежащих категориях, но еще не завершили свою процедуру. Почему так произошло? Масса сведений к нам пришла в конце года, потому что произошли некоторые изменения. Но тем не менее процесс идет, и могу сказать, что все сферы уже активно начали реализовывать то, что им предписано законом. На предыдущем слайде были в принципе объекты КИ. На этом слайде вы видите статистику по тому, какие объекты у нас стали значимы, в каких сферах. Как видите, во всех сферах у нас уже есть значимые объекты. Однако, отмечу, к сожалению, есть такая тенденция. Более 20% сведений, которые к нам поступают, возвращаются на доработку. А возвращаются, как я говорила год назад, только по серьезным существенным замечаниям. Это не формализм, это те проблемы, когда либо субъект неправильно определяет свою категорию по объективным причинам, либо же он просто неправильно читает требования о нормативно-правых актах. И об этом я хочу и вам рассказать. Потому что как, что делать, вы уже знаете сами, вы сможете прочитать законы. Нормативно-правовые акты в СТЭК России были изданы вовремя. Год действует. Да, мы услышали вас и внесли ряд изменений в свои нормативно-правовые акты. И большинство этих изменений было связано именно с вашими пожеланиями, отзывами, с теми проблемами, которые вы, как те, кто реализует требования регулятора, нам рассказали. Итак, было внесено изменение в постановление правительства 27, которое определяет, как категорировать правила категорирования и значение показателей категорирования. Было внесено изменение в форму сведений, по которой вы представляете нам сведения о своих объектах, либо значимых, либо тех, которые были признаны без категории. И также внесли изменения в требования по обеспечению безопасности информации 239 приказ и 235 приказ требования к созданию системы обеспечения безопасности. Вот об этих изменениях, на что вам нужно обратить внимание, когда будете реализовывать наши требования, либо если вы реализовали, то какие-то ошибки допустили, как их исправить, я вам сегодня и хочу рассказать. Именно с практической точки зрения. Напоминаю, субъект, любая организация должна себя отнести к значимым объектам КИИ. Как это сделать? Посмотрите, являетесь ли вы организацией, учреждением, которое функционирует в одной из 13 сфер определенных законов. Они были на слайде, они есть в законе, прочитайте их внимательно. Если у вас есть такие основные или дополнительные виды деятельности, то есть то, что вы выполняете, тогда добро пожаловать в клуб любителей КИИ. И вам нужно будет определить перечни объектов, которые подлежат категориям, то есть от которых у вас будет какой-то ущерб, провести категорирование в соответствии с постановлением, естественно, осуществить взаимодействие с госсобкой. Это обязательное требование. И напомню, надеюсь, коллеги мои рассказали об этом подробно, для всех субъектов КИИ это обязательно, не только для тех, у кого есть значимые объекты. Для всех субъектов это прописано в законе. Дальше нужно, естественно, создать систему обеспечения, либо доработать систему обеспечения безопасности, если она у вас уже есть, и принять, внедрить меры по обеспечению безопасности ваших значимых объектов. Первом этапе, на самом первом этапе вы сталкивались, как я сказала, уже со 127 постановлением правительства. Был внесен ряд изменений. Прежде всего, это 452-е постановление. Оно вам говорит о чем? Сроки. Сроки, когда вам нужно как субъектом подготовить перечень. Для государственных организаций все просто. Обязательный срок был 1 сентября. Большинство государственных организаций услышали, что есть обязательный срок и выполнили это требование. Для субъектов, являющихся негосударственными организациями, срок пока что рекомендательный. Но, коллеги, есть у нас норма права, которая предписана законом, которая обязательно для всех. В соответствии с Конституцией Российской Федерации требования законодательства выполняют все организации. Соответственно, откатегорировать объекты и защитить объекты КИИ, если они у вас есть, вы обязаны. И то, что правительство с нашей подачи ставит вам какие-то сроки только от того, что не все, к сожалению, осознают, что нужно выполнять требования законодательства. А закон КИИ, напомню, направлен на что? На то, чтобы ваши объекты были защищены. На то, чтобы не было существенных последствий от компьютерных атак. А, к сожалению, последние события и в мире, и в Российской Федерации, кое-что упоминалось и на пленарной сессии, они показывают, что не все до конца защищено. То есть наша задачка регуляторов помочь вам именно защитить объекты, не наказать кого-то, не призвать к чему-то, а именно повысить реальный уровень защищенности. Но возвращаемся к нашим документам, к тому, что нам нужно реализовывать. Срок 1 сентября прошел, именно поэтому, как я сказала, в конце года значительно увеличился поток сведений, поток перечни объектов КИИ, которые направляются в нашу службу. И это нас радует. Мы упростили процедуру категорирования. Напомню, теперь можно категорировать, если вы попали по какому-то либо значению в первую категорию, остальные показатели можно не рассматривать. То есть если по экологии, к примеру, вы в первой категории, можно уже не считать финансовые показатели. Мы считаем, что это существенно упростит вам работу. Прописали более подробно, как категорировать вновь создаваемые объекты. К этому вернусь на этапе создания системы защиты. Прописали комиссии по категорированию правильно. Они должны быть обязательно постоянно действующими. Прописали, что должны быть рассмотрены все варианты атак, все варианты последствий, в том числе и самые наихудшие последствия. И несколько изменили показатели категорирования. Это уже было сделано по результатам тех сведений, которые к нам поступили. Об этом я, в принципе, упоминала в прошлом году. Цель ваша, мы понимаем, снизить категорию. Но не всегда это бывает положительно, не всегда это бывает полезно для дела. Потому что цель создать действенную систему защиты информации. Что вам делать, если вы уже выполнили требования законодательства и понаправили сведения в Австек России по измененным показателям? Вы должны посмотреть, а ваш объект, к вашему объекту применимы те показатели, которые изменились. Если они применимы, в этом случае надо оценить свои объекты и посмотреть, по измененным показателям не изменилась ли категория вашего объекта. Если ничего не изменилось, объект остался той же категорией, либо остался незначимым, то вы продолжаете спокойно реализовывать запланированные меры. Если категория изменилась в результате изменения границ показателей, а это в том числе экономические показатели изменились, некоторые показатели, которые зависят от территории распространения, последствий инцидента. Так вот, если какие-то изменения произошли, то нужно об этом уведомить нас. То есть только в этом случае вы направляете к нам какие-то дополнительные сведения. Что мы видим? Какие проблемы в тех материалах, которые к нам поступают? Прежде всего, основная беда тех, кто 20%, которые мы возвращаем, это занижение значимости объектов КИП. Происходит это по разным причинам. Некоторые неумышленно их занижают, не читая документы до конца, неправильно читая. И когда мы начинаем с этими субъектами работать, понимается, что неправильно прочитали, не прочитали до запятой, до точки не дочитали, неправильно поняли, неправильно категорировались. Некоторые пытаются сознательно занижать категорию. Когда говорят, что, к примеру, мы работаем в финансовых рынках, относимся к финансовым рынкам, но в бюджеты мы ничего не отчисляем. Коллеги, как это? Юрлицо ничего не отчисляет в бюджеты. Мы все платим налоги, правильно? Все платим налоги, поэтому какой-то ущерб от остановки производства, либо от остановки информационной системы у вас будет. То есть, на наш взгляд, это сознательное сокрытие каких-то определенных фактов. Про игнорирование сроков реализации закона я уже сказала. Отдельные возгласы такие раздаются, что нет у нас четко прописанных в сроке закон, и мы не будем его реализовывать. Мы работаем над этим, мы убеждаем субъектов, поэтому просьба давайте все-таки понимать, слышать друг друга и выполнять требования законодательства, так как прописано. Есть такой факт, несколько жестко написан, но, наверное, по-русски это именно так звучит, сокрытие объектов Киев. Когда к нам приходят перечни из 5-10 объектов, ну, опять к примеру, возьмем проще всего с финансами банковских организаций, но нет ни одной информационной системы, которая была бы нацелена на реализацию именно банковских функций, то есть на реализацию работы, к примеру, с клиентами, на какие-то финансовые операции. Естественно, данным финансовым организациям мы в ответ задаем вопрос, а как вы реализуете свои основные функции? Если вы нам присылаете 1С-бухгалтерию, кадры, какие-то хозяйственные системы, а где ваша основная деятельность? Субъекты молчат. Еще одна проблема – это привлечение к категорированию сторонних организаций. Значит, коллеги, на рынке сейчас очень много таких предложений, что мы откатегорируем вам системы. По закону 187 категорирование реализуется только субъектом Киев, а именно комиссия, состав которой прописан в 128-м постановлении правительства. Вы можете привлечь стороннюю организацию, имеющую, к примеру, определенную лицензию, к обследованию ваших систем, к реализации системы защиты. Вы можете привлечь ее как к эксперта и спросить у нее какое-то мнение, но именно процесс категорирования, а именно принятие решения, какая будет категория, это задача субъекта. Это задача субъекта, и именно субъект, а именно руководитель субъекта будет под этим подписываться. И, соответственно, именно он будет нести за это ответственность. Поэтому, ради бог, как эксперты, обследующие ваши системы, привлекайте, но категорируйте вы сами. Это наша четкая, однозначная позиция, которая озвучилась неоднократно, но тем не менее в материалах, которые к нам приходят, мы видим, что опять-таки кто-то, абсолютно не имеющий отношения к субъекту Киев, проводит какие-то действия при категорировании. На что нужно обратить внимание? Встречаются в Российской Федерации такие объекты, которые эксплуатируются несколькими организациями в своих интересах. Что здесь делать? Нужно посмотреть, первое, кто создавал этот объект, на чьи деньги, кому принадлежит объект. И вот эта организация будет головная, которая будет категорировать этот объект. А остальные организации, в интересах которых эксплуатируются, вот эти множественные объекты, они уже будут подавать так называемой головной организации сведения о своем ущербе. Потому что у нас, помните, есть взаимосвязь одних объектов от других. Мы ее еще раз подчеркнули, когда вносили изменение в 27-е постановление. Вот в этом случае нужно действовать именно так. Ну, либо же сесть, это говорится, на нейтральной территории. Кто будет нести ответственность за данный объект? Так тоже некоторые организации поступают, это тоже допустимо. Есть распределенные объекты по всей территории Российской Федерации. Крупные субъекты уже с этим столкнулись. Также нужно внимательно смотреть, как их откатегорировать. Нужно учитывать либо всю совокупность по всей территории, либо бить свои системы на отдельные подсистемы, под объекты. Как это сделать? Опять-таки мы вам не ответим. Это вы должны посмотреть сами. Единственное, напоминаю, есть условия, как один большой объект либо разбить, либо несколько маленьких объединить в один объект ки. Вы должны посмотреть. Первый признак для объединения. У них есть один автоматизируемый процесс, который вы защищаете, обеспечиваете его? Если есть, тогда смотрим следующее. Есть взаимосвязь. В случае распределенных объектов, скорее всего, физическая взаимосвязь есть. Тогда вы можете объединить объекты в один большой объект ки и защищать его как один объект. Либо же эту большую систему, раскиданную по территории субъекта, по территории Российской Федерации, разбить на несколько подсистем. Но тогда вы будете защищать каждый объект отдельно и строить периметр для каждого объекта отдельно. Посмотрите, как выгоднее для вас, как лучше для реализации системы безопасности. И примите решение. Далее. Тенденция есть такая, что применяются средства защиты, не прошедшие оценку соответствия. Напоминаю, что законом, постановлением и нашими требованиями, двумя приказами, не предписывается обязательного применения средств защиты информации, прошедших оценку соответствия в форме сертификации. Нет такого обязательного требования. Но оно есть в других нормативных актах. К примеру, если ваш объект является госсистемой, тогда будет обязательное применение сертифицированных средств. Если ваш объект обрабатывает гостайну, у нас также есть иные нормативно-правовые акты, которые предписывают вам, применяя сертифицированные средства. Но если вы являетесь счастливым обладателем, к примеру, автоматизированной системы управления производством, которая не подпадает под иные акты, где есть требования обязательной сертификации, то тогда вам все равно нужно сделать оценку соответствия в какой форме, в форме, которая предписывается законом о техрегулировании. В любой из этих форм. Далее. Есть такая проблема, когда мы читаем сведения, не рассматриваются внешние нарушители. Сегодня на пленарке говорили о внутренних нарушителях, о том, что они должны быть. Многие о них забывают. Многие сведения вообще приходят и говорят, что у нас нет нарушителя актуального. Ну вот, нету опасности для наших систем. Но, коллеги, если у вашей системы есть взаимосвязь с внешним миром, это подключение к сетям связи общего пользования, это взаимодействие через порты связи, к примеру, вы используете USB-носители, компьютерная атака произойти может. Соответственно, внешний нарушитель из-за периметра вашей системы, он будет для вас также актуален. Есть еще одна проблема занижения потенциала нарушителя. Когда большая промышленная компания говорит, а для нас актуальны только внутренние нарушители с низким потенциалом. Вспоминаем, кто это? Это студенты. Это какие-то товарищи без спецподготовки, без всего. Но тенденции, которые мы опять-таки читаем в СМИ, они говорят, что наши объекты КИ, они под пристальным вниманием товарищей из-за рубежа. Поэтому, наверное, не совсем правильно, не для всех организаций правильно говорить, что у нас только внутренний нарушитель с низким потенциалом. Администраторов никто не отменял, абсолютного нарушителя. Того, кто из-за пределов контролируемой зоны пытается также попасть в вашу систему, тоже никто не отменял. Поэтому внимательно смотрите на ваши системы и помните, что всегда есть внешний нарушитель. Всегда он есть у любой системы. И, соответственно, самая большая интересная проблема. Говорят, что невозможно у нас компьютерный инцидент вообще в нашей системе. Мы сидим в интернете, мы пользуемся носителями, но в компьютерах инцидентов невозможно. А, коллеги, зачем у нас стоит система защиты информации? Мне непонятно, извините, пожалуйста. Так вот, применение средств защиты информации не является поводом сказать, что у вас невозможен компьютерный инцидент. Если у вас есть связи с внешним миром, он возможен гипотетически. Значит, нужно его рассматривать в любом случае. Далее. Какие тенденции мы видим? Ну, как я говорила, связи с внешним миром, связи с сетями общего пользования. Есть связь, возможно, атака. У многих субъектов и владельцев АСУТП, и у владельцев информационных систем стоит импортное программное обеспечение и импортное оборудование. Нужно внимательно посмотреть на то, что вы применяете, а есть там недекларируемые возможности, да, база. А нет ли у вас управления извне вашим промышленным оборудованием? Особенно это актуально для промышленности, да, когда удаленные, когда вам в гарантийное обязательство прописывают удаленное управление производителем из-за рубежа. Напоминаю, вообще удаленное управление в критических системах запрещено. На месте приехали, сделали все, что нужно обновили. Удаленно по каналам связи этого делать нельзя. Далее. Когда вы рассматриваете свои системы, когда вы их категорируете, зачастую мы слышим такую фразу, что система накроется, упадет. Мы возьмем молоток и пойдем делать эти детали руками, и ничего у нас не будет. Упадет система, мы возьмем документ на бумаге и побежим по этажам сами. На что всегда я задаю вопрос. Если вы создавали систему, вы автоматизировали процесс, значит в ваших бизнес-процессах, бизнес-планах уже заложен определенный темп производства деталей, обмена информацией. Зачем мы тогда создавали систему, если ее заменит молоток? Наверное, это было невыгодно. То есть замедление процесса, выполнение процесса, оно будет в любом случае. И вот это замедление также принесет вам ущерб. Вы недовыпустите сколько-то деталей. Вы позже передаете какую-то, возможно, чувствительную ключевую информацию. То есть какой-то определенный ущерб все равно вы понесете. Пусть он будет мизерный и не попадет под значение критериев значимости, но он все равно будет. Соответственно, это замедление нужно учитывать. А если система большая, распределенная, то вот этот мизер по всей стороне может собраться в достаточно серьезные последствия. А для тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, напоминаю, ущерб вообще стоит от нуля. Любое замедление будет вести к тому, что ваша система принесет ущерб. И любое замедление покажет, что ваша система значимая. И, соответственно, не учитывается зависимость одного объекта ки от другого. То есть когда один объект выдает информацию, к примеру, для обеспечения функционирования другого объекта. Если он встанет, то встанет и объект зависимый от него. Соответственно, ущерб увеличится. Вот при категорировании также нужно это учитывать. Да, это сложно. Да, это более тонкая аналитическая работа, но это также нужно учитывать. И это также было подчеркнуто в изменениях 127-го постановления, потому что мы видим, что зачастую это не делается. Вот на это нужно обращать внимание, если вы еще не откатегорировались. Если вы откатегорировались, что вам нужно сделать? Направить сведения во ВСТЭК России по форме. Форма, напоминаю, утверждена приказом ВСТЭК России, и в эту форму были внесены некоторые изменения. Изменения связаны были с тем, что, во-первых, мы ввели ИНН. Мы столкнулись с тем, что на территории нашей огромной страны есть организации с очень похожими названиями, не сказать идентичными, и очень похожими адресами. И разделить их между собой за счет тех усведений, которые были раньше, было проблематично, поэтому было введено ИНН. Соответственно, коллеги, если вы уже направили во ВСТЭК России сведения без внесенных изменений, без ИННа, просьба именно ИНН нам дослать. Если мы приняли сведения, мы внесли вас в реестр, все равно просьба эти сведения нам дослать, чтобы было у всех однообразие, мы точно знали, что вы – это вы. Ну, кроме того, мы попросили вас, точнее сказать, обязательно попросили, предписали, теперь направлять сведения в электронном виде, в определенном формате. Это сделано было для того, чтобы, во-первых, ускорить работу, поток действительно большой сейчас идет, и, во-вторых, исключить технические ошибки, которые человеческий фактор никто не отменял, которые иногда случаются. Формат ОДС обязательный, потому что импортозамещение также упоминалось, импортозамещение шагает по стране, и мы работаем уже на отечественном ПО. Это формат, который поддерживает отечественное ПО. Также был добавлен ряд дополнительных сведений, дополнительных ячеек. К примеру, мы добавили дополнительное поле для обоснования полученных вами значений, потому что я уже говорила, что год назад, я повторю сейчас, что просто написать цифру в поле недостаточно, нужно понимать, правильно ли вы ее посчитали, как вы ее посчитали, поэтому обоснование, а именно расчет вашей цифры обязателен. Если показатель к вам не применим, вы пишете, показатель в сфере транспорта к нам не применим, потому что мы не выполняем функции в сфере транспорта. Точка. Показатель оборонно-промышленному комплексу госзаказа к нам не применим, потому что мы не выполняем функции в данной области. Точка. Обоснования неприменимости будет достаточно. Но как вы получили, к примеру, финансовый ущерб, мы бы хотели увидеть, как вы посчитали. Соответственно, вот это нужно будет раскрывать обязательно. И чаще всего вопросы возникают именно с этим обоснованием, что мы не понимаем, как вы обосновали свои показатели. Нулевым пунктом нужно сказать, что присылается нам не сведения по форме, а присылаются акты. Вот год мы уже рассказываем всем, что коллеги, есть приказ, присылайте по определенной утвержденной, зарегистрированной в Минюсте форме, все равно присылают вот такие вот котлеты, сведений в форме актов. Последний входящий был на 100 килограмм, сколько у нас там было? 8-7 коробок, коллеги могут поправить, от одной организации с актами. Мы долго их возвращали. Нет, мы смотрим, честно мы смотрим, потому что некоторые делают проще, они делают акты приложением к нему сведений. Вот эти вещи мы, естественно, не возвращаем, потому что сведения формально к нам попали по правильной форме. Но если это просто акт, тем более в котором нет никаких выводов, естественно, мы его вернем с обоснованием, что, коллеги, вы не соответствуете требованиям законодательства, потому что просто мы из него ничего не поймем. Присылают акты, какие-то справки, заключения вместо сведений. Если вы не указали, какие сертификаты у ваших средств защиты, мы вам этого не будем возвращать. Опять-таки об этом говорили год назад. Но если вы не указали адрес, не указали, приходят с пропущенными полем по значениям категорий, то есть вот просто весь, кто читал нашу форму, где все читали, вот вся вторая половина формы пустая. Нет ни значения показателей, ни значения категории. Коллеги, о чем можете разговаривать? Естественно, эти сведения также будут возвращены вам. Поэтому просьба заполнять все поля. Посмотреть внимательно 59 приказ, который внес изменения, учесть это. И иногда содержится противоречивая информация. Что это значит? Что, к примеру, у вас написано, что у вас есть подключение к сетям общего пользования, но в графе, где вам нужно описать, какие протоколы применяются, стоит прочерк. И в скобочках нет подключения к сетям общего пользования. Это как понимать? Бывает, что пишут, к примеру, у нас промышленный объект с определенной степенью экологической опасности, но экологический показатель опять-таки ставит ноль. Но если он у вас есть, то какой-то ущерб тоже должен быть. То есть вот внимательно посмотрите на свои сведения, когда вы их заполняете, потому что мы расцениваем это как чисто человеческий фактор. Просто ляпы. Кто-то недозаполнил, недопрочитал внимательно то, что заполнял. На сведения мы в любом случае вам ответим. Либо мы скажем, что ваши значимые объекты внесены в реестр, вам присвоен определенный номер каждому объекту. Либо, если это незначимые объекты, напоминаю, по незначимому такая же форма точно заполняется сведений, что незначимые объекты учтены, мы согласно и незначимому направили их в госсобку в соответствии с определенным пунктом федерального закона. Либо мы вам вернем и скажем, коллеги, вы были в чем-то неправы. При этом сразу хочу сказать, что по тем сведениям, где есть контакты, мы стараемся все-таки связаться с организациями и понять, почему именно они так написали, а не по-другому, то есть объяснить людям их ошибки. Далее. После того, как вы получили заветно-реестровый номер, вам нужно будет спланировать мероприятие по обеспечению безопасности значимых объектов. Для этого вам нужно два документа в СТЭК России. 235 приказ – это требование к созданию системы обеспечения безопасности. И 239 приказ – это требование по обеспечению безопасности значимых объектов, то есть организационный и технический. Что изменилось, на что стоит обратить внимание в двух данных документах? В 235-м организационные меры, как мы их называем, уточнили порядок, опять-таки, как быть, действовать, жить тем, у кого есть филиальная структура, у кого есть представительства, подчиненные, интегрированные структуры, и установили требования к квалификации специалистов. Два основных пункта, на которые вам стоит обратить внимание. Изменения 239-го коснулись, в частности, перечня мер. Несколько он изменился, базовые наборы изменились. И установили требования к применению некоторых сертифицированных средств в обязательном порядке. К примеру, если у вас есть маршрутизаторы, которые стоят на периметре объекта КИ, являющихся объектом первой категории, тогда этот маршрутизатор должен быть сертифицирован в обязательном порядке. И, опять-таки, объекты КИ должны размещаться на территории Российской Федерации. Значимые объекты КИ. Опять-таки, все эти изменения вы можете почитать в нормативно-правых актах. На что стоит прийти внимание, когда вы будете планировать внедрение предписанных вам мер? Ну, прежде всего, напомним. Система обеспечения безопасности. Это совокупность трех компонентов. Люди, средства и документы. Понятно, что средства, технические средства, вы сразу внедрить не сможете. Мы даем вам определенный период на внедрение, обозримый период. И мы говорим в своих документах, что технические меры могут быть внедрены с учетом планов по доработке и модернизации ваших систем. Но период должен быть обозримый, не 10 лет, коллеги, простите. А вот силы и документы вы можете привести в соответствие уже сейчас. Поэтому на что стоит сосредоточить, на чем стоит сосредоточить ваше внимание в первую очередь? Либо создать штатные структуры, которые будут отвечать за обеспечение безопасности объектов КИ, либо определить уже и существующих штатных структур. Провести инвентаризацию программного обеспечения, инвентаризацию оборудования, то есть того, что входит в ваш объект КИ. Виталий Сергеевич уже останавливался на этом, и хочу сказать, что это беда, когда субъект не знает, а из чего же состоит его объект. А эта беда сейчас у нас минимум в третих случаях наблюдается, когда люди просто не знают, что же им защищать, какую инфраструктуру. Вижу улыбки в зале, но тем не менее это, к сожалению, наша реальность. И нужно разработать документы, либо доработать документы, если у вас система документов по обеспечению безопасности уже существует. Вот три основных шага, первых, которые нужно сделать сейчас, которые не будут требовать от вас остановки ваших систем, которые не будут требовать большого вложения силы, средства, будут потратить определенное время, на это нужно будет, но тем не менее не требуется серьезных вложений. Это первоочередные меры. Ну и кроме того, значит, что стоит обратить внимание? Усиление мер по обеспечению периметра. Периметр – это тот первый рубеж, с которым сталкивается нарушитель, пытаясь провести компьютерную атаку на вашу систему. Провести инвентаризацию, усилить меры на периметре, провести их в соответствие. Поддерживать состояние обеспечения безопасности ваших систем, потому что это постоянный процесс, ваши системы живые, они дышат. Нужно постоянно, во-первых, мониторить безопасность ваших систем, мониторить инциденты, которые происходят, и постоянно поддерживать, дорабатывать ваши системы. И, естественно, управлять инцидентами таким образом. Далее. Остановимся на людях поподробнее, потому что это первый вопрос, с чем сталкиваются, с чем к нам приходят. Как создать систему безопасности? Напомню, по нашим документам система безопасности состоит из руководителя субъекта. Возможно создание промежуточного звена, такого как уполномоченное лицо, которому руководитель делегирует определенные полномочия по управлению системой безопасности КИИ. И, естественно, в систему уходят все, кто соприкасается, работает с объектами КИИ. Это основные подразделения, которые обеспечивают функционирование значимых объектов, боевые подразделения. Это те, кто эксплуатируют, те, кто обеспечивают, к примеру, службы IT. И, естественно, подразделения, ответственные за обеспечение безопасности значимых объектов. Красной нитью по всем нашим документам проходит, что все эти службы должны взаимодействовать с друг с другом. Они должны работать на один результат, на обеспечение безопасности объектов. И для этого они должны общаться, взаимодействовать. Мы этого, коллеги, не видим. Мы не видим это не только в автоматизированных системах промышленности, где к вот этим промышленным системам ни айтишники, ни безопасники подойти просто боятся. Мы это видим и в обычных информационных системах, когда служба безопасности говорит одно, айтишники говорят другое, а эксплуатанты сделают совершенно третий. Все должны быть ознакомлены с документами безопасности. Все должны говорить на одном языке. То есть должно быть взаимодействие между ними. Еще хочу остановиться на промежуточном звене уполномоченное лицо. Мы видим по тем сведениям, которые приходят, а уполномоченное лицо и ответственность за безопасность есть в этих сведениях, что как правило делегируется, извините, не как правило, в некоторых случаях. Такие полномочия делегируются инженеру отдела номер 35. Какой-то инженер сможет совместить финансовую службу, когда нужно будет выделить деньги на одном пятачке, совместить айтишников, совместить безопасников, решить их правило. Никак не сможет. Уполномоченное лицо, которому делегируются полномочия, это лицо, которое принимает определенные хозяйственные решения. То есть оно должно быть наделено какими-то полномочиями. Соответственно, это не может быть рядовой работник отдела. И, опять-таки, мы рекомендуем, что если уж руководитель делегирует полномочия, пусть должны быть делегированы тому, кто может решить все эти вопросы, которые может все вот эти службы собрать за одним столом и помочь им договориться. Кроме того, мы видим такую ситуацию. Упоминался уже сегодня 152-й федеральный закон. Вот ситуация сейчас начинает повторяться. Что либо подразделения, либо ответственными за обеспечение объекта КИ, безопасности объекта КИ, назначаются юрслужбы, специалисты финансового департамента, специалисты административного департамента, которые не то, что образование не имеют, они, наверное, даже не знают, что такое безопасность. Неправильно это, коллеги. Если человек назначен за обеспечение безопасности, он должен понимать, что это такое. Должен только понимать, но иметь определенное образование. Об этом чуть позже скажу. То есть, когда назначаются, рекомендую все-таки подходить к этому с умом, к назначению, и назначать соответствующих лиц, которые имеют определенную подготовку и определенные полномочия. Дальше. Вы имеете право, вот здесь уже вы имеете право привлекать организации лицензиатов в стэк для проведения работ по обеспечению безопасности ваших объектов, если вы сами не можете это сделать. На договорной основе. Но хочу напомнить, что отвечать перед законом, если что-то будет не так, будете вы. А вот эти лицензиаты уже будут отвечать перед вами в рамках договора, который вы с ними заключили. Но привлекать вы их можете. Нужно просто грамотно поставить им задачу и грамотно ее принять. А чтобы грамотно поставить и принять, вот эти подразделения по обеспечению, ответственные за обеспечение безопасности, должны знать, о чем они говорят. Какую задачу они ставят, что они принимают. То есть иметь определенную подготовку. Далее. Если вы, как субъект КИ, имеете какие-то обособленные подразделения и филиалы, там вы можете создать, назначить самостоятельные подразделения, либо специалистов по обеспечению безопасности КИ, чтобы человек из Москвы, к примеру, не мотался куда-то в Уренгой, чтобы решить какую-то задачу. Там может быть свой специалист. Но ответственные в ваших центральных аппаратах, управляющих компаниях, должны жестко руководить теми, кто в обособленных подразделениях реализует вашу политику, ваши документы по обеспечению безопасности. Есть еще одна ситуация в Российской Федерации, когда у нас есть интегрированные структуры. То есть есть центральная головная компания, у которой есть дочерние общества. Эти общества являются самостоятельными юрлицами. И если они являются субъектами КИ, то центральная головная компания должна выполнять координирующую роль, чтобы в вашей вертикали, построении вертикали вашей компании была бы единая политика по реализации требований. Также мы это прописали. Опять-таки, учитывайте, что на некоторые дочерние общества вы имеете влияние, интегрированные структуры, главные организации имеют влияние, на некоторые не влияют. Те, кто имеют влияние, более жесткая координация, те, кто в соответствии с Законной Федерацией не может влиять, тогда рекомендательные функции также должны выполняться. Что должны выполнять эти силы и средства? Прописано в 235 приказе, останавливаться не буду. Хочу остановиться на вопросе, который нам постоянно задают уже в течение года. Можем ли мы возложить обязанности по обеспечению безопасности КИИ на уже существующие подразделения? Задают, потому что не читают до конца предложения в наших документах. Вот жирным выделил, надеюсь, видно, надо было красным выделить, что не допускается возложение полномочий по обеспечению безопасности на тех, кто не связан с обеспечением в целом информационной безопасности. Перефразирую. Вы можете возложить полномочия на те подразделения, которые обеспечивают безопасность вашего объекта в целом, если такие силы и возможности у них имеются. А имеются ли они, это определяет уже руководитель вашего субъекта. То есть руководитель субъекта должен принять решение, либо создавать новое подразделение отдельное, либо же возлагать полномочия по обеспечению КИИ на уже существующие подразделения по обеспечению безопасности. Не обязательно создавать отдельных специалистов, но здесь уже будут силы, не будут, должно решать ваше руководство. Мы подсказать уже вам здесь не сможем. Но, еще раз, возможно такое возложение, совмещение именно по обеспечению. Это не бухгалтерия, это не юрслужба, как мы сейчас видим. Это именно подразделения по ИБ вашей организации. Вопрос, который взбудоражил массы. В 235 приказе, вернее в требованиях, появился пункт, который предписывает определенные требования по опыту и образованию к работникам подразделений. Хочу сразу сказать, что данный пункт появился по просьбе общественности. Именно от вас первых мы услышали о том, что такие требования нужно приобретать обязательно. Напомню, руководитель подразделения должен иметь, помимо образования определенного, определенный опыт работы, не менее трех лет. Руководитель – это не руководитель вашего субъекта, а именно руководитель подразделения, то есть это либо начальник отдела, к примеру, либо начальник управления, в зависимости от вашей структуры. Штатные рядовые работники, к ним выдвигаются требования только по профильному образованию. Если есть высшее образование, но не профильное, тогда нужно пройти переподготовку тем и другим по определенным утвержденным программам. Хочу обратить ваше внимание, что, к примеру, у работников переподготовка не менее 72 часов. Два курса по 36 часов не равны одному курсу по 72 часа. Коллеги, потому что программа определенная, программа должна быть целостная. То есть именно программа, которая содержит обучение, будет проводиться обучение не менее 72 часов. Вот на эту программу нужно будет закладываться, а не на 2-3 маленькие программы. Ну и, естественно, прохождение раз в 5 лет, повышение квалификации для всех – это также обязательно. Но хочу вас обрадовать. Мы дали определенный вам люфт для того, чтобы выполнить эти требования. Требования вступят с 1 января 2021 года в силу. То есть, соответственно, и руководители опыт смогут набрать, и подготовить, спланировать подготовку своих работников вы также сможете. Есть время для того, чтобы спланировать, выделить деньги, направить этих людей на подобные программы. Поэтому, еще раз, планируйте, нужно планировать все. После того, как вы разобрались с силами, с людьми, с документами, вам нужно будет внедрить меры по обеспечению безопасности ваших объектов, а именно технические меры. В общем-то, структура, этапы жизни, они не поменялись. Мы о них рассказывали и при персональных данных, мы о них рассказывали, про государственных информационных системах, когда рассказывали вам эти требования. И в 2014 году требования к СУТП у нас появились. Ничего не поменялось. В принципе, все то же самое. Просто нужно прочитать документ и внимательно реализовать те требования, которые вам предписаны. Но уже сейчас ряд организаций начал, не просто спланировал, а начал реализовывать, внедрять свои меры. На что стоит обратить внимание? Какие проблемы мы увидели и услышали от вас, как от субъектов? Ну, прежде всего, требования к обеспечению безопасности значимого объекта определенной категории должно быть заложено еще на этапе ТЗ. Либо на этапе ТЗ вновь создаваемого объекта, либо на этапе ТЗ на модернизацию вашего объекта. Потому что, я думаю, вы с вами согласитесь, что наложить сверху систему безопасности на уже функционирующий объект гораздо дороже и сложнее, чем внедрить ее по мере создания объекта. Соответственно, нужно определить категорию и изложить требования сразу. Если, зачастую спрашивают, мы только создаем объект, мы еще не знаем, какой будет ущерб. В документах наших предусмотрено о том, что если вы определили категорию на этапе создания объекта, то в дальнейшем вы можете ее откорректировать. Когда вы посмотрите и скажете, ну нет, мы ошиблись, не третья категория, первая категория будет. Вы можете ее откорректировать, просто потом доработав свою систему защиты по мере этапов создания, проектирования, внедрения, эксплуатации. Можете это все откорректировать. Далее, то, о чем я говорила, нет знаний о защищаемом объекте. Вы не знаете, что у вас находится в хозяйстве. То есть нужно провести четкую инвентаризацию, сказать, что у нас 37 узлов, 24 системы, они объединены такими-то каналами связи. Ну, это, конечно, условно, но тем не менее, проведите инвентаризацию, задумайтесь о том, чем, что вы защищаете. Очень часто бывает такая ситуация, что просто не знают о спроектированных подключениях к сетям общего пользования. То есть в документации они есть, а те, кто реализуют систему защиты, об этих подключениях, выходах в нашу любимую сеть интернет, просто не знают. Соответственно, они не смогут спланировать правильные меры по обеспечению безопасности защищаемого объекта. Есть еще проблема, что неуществленные подключения не бывают несанкционированными. И опять-таки хочу апеллировать к пленарному заседанию, когда говорилось о том, что должна быть культура информационной безопасности в вашей организации. Что нужно объяснить своим пользователям, что нельзя просто взять и подключить телефон иностранного производства к вашему системному блоку для того, чтобы его подзарядить. Нельзя этого делать. Нельзя подключить, чтобы выйти в интернет, поудобнее было работать. Нельзя. Объясните это своим работникам, потому что очень многие инциденты происходят именно из-за этого, из-за этих неучтенных выходов в сеть. тоже об этом уже говорила, зачастую оборудование управляется по гарантии удаленно. Нельзя этого делать. Есть определенные решения, как этого избежать. К нам уже присылают, мы говорим, мы соглашаемся с тем, что да, можно реализовать эту систему обновления управления по-другому. Мониторить систему можно. То есть, однонаправленно смотреть, что происходит в системе можно. Управлять ей, обновлять ей удаленно, эту систему нельзя. Это также нужно сейчас уже начинать планировать, исключать вот такие случаи. Обращайте внимание на правильную настройку средств защиты информации. Опять-таки, много лет об этом уже говорим, и все равно приходим в организации и видим пароли по умолчанию. Ну вот как объяснить, что товарищ администратор, поставили тебе какую-то железку, какую-то программулину. Посмотри, что там стоит, какие пароли, какие порты открыты у нее. Посмотри правильно настрой. Опять-таки, причина того, что в системе безопасности остаются дыры. Живем мы в таких условиях, что не учитываются ограничения на эксплуатацию средств защиты информации. Либо же средство защиты замедляет автоматизируемый процесс. Есть такая проблема, особенно для промышленных систем. Отрицательно влияет на какие-то процессы. Нужно также все это учитывать, когда вы будете планировать, выбирать средства защиты информации. И когда вы строите свою систему обеспечения безопасности, почему-то не учитываете все объекты, все предметы защиты, назовем их так. То есть в наших документах прописано четко, в каких системах что вы защищаете. Это и техническая информация, которая циркулирует в системе, управляющие сигналы. Это и средства защиты, они тоже являются объектами защиты. Вот это все должно попадать в контур вашей защиты. Это все должно быть рассмотрено, когда вы планируете построение своей системы защиты информации. Опять-таки зачастую об этом почему-то забывается. И, наконец, во всех системах у нас есть такая вещь, как уязвимости. Постоянно нужно мониторить, есть ли у вас уязвимости, обновлять, устранять. Возможно применять организационные меры там, где невозможно одновременно устранить. Для того, чтобы улегчить вам эту задачу, несколько лет назад СТЭК России создал банк данных угроз безопасности информации, который содержит уже 216 угроз. Мы над этим работаем, постоянно работаем. Более 23 тысяч уязвимостей мы уже внесли. Постоянно вносим уязвимости, продолжаем работать. В том числе под прицелом у нас находятся технологии, применяемые в автоматизированных системах управления, которые попали в наш реестр, чтобы подсказать вам, что в этих системах, к примеру, есть уязвимости. Мы работаем над их устранениями. В первую очередь устранением уязвимости в средствах защиты информации, если мы их находим. Мы заставляем тех, кто их произвел, устранить эти уязвимости. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим инструментом. Об этом инструменте вы сможете поподробнее с ним ознакомиться на нашем стенде. Такая маленькая реклама. Есть отдельный стенд, где вам расскажут, покажут подробно про этот банк данных и как им пользоваться. Ну, либо же применять иные средства выявления уязвимостей, которые есть на рынке, и которые, могу вам сказать, известны и применяются не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Не буду проводить рекламу и называть уже их конкретно. Думаю, все вы их знаете. Итак, это те моменты, на которых я хотела обратить ваше внимание, которые должны быть под вашим пристальным вниманием, под прицелом, когда вы будете выполнять законодательство. В свою очередь хочу сказать, что мы, как регулятор, всегда готовы ответить на ваши вопросы, услышать ваше мнение, и если чего-то не хватает, что-то дополнить, мы готовы над этим работать. И центральный аппарат, наши контакты есть на сайте, и наше управление по федеральным округам всегда готово прийти к вам на помощь, выслушать и подсказать, как быть в той или иной ситуации. Обращайтесь. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова